Мы сегодня беседуем с астрологом Василиной Мицкевич, Беларусь, Минск. Меня зовут Майкл Мелехов, центр SunGates. И поскольку сегодня знаменательное событие День астролога, я хочу поздравить Василину Мицкевич и всех ее соратников, будем так говорить, всех астрологов с этим грандиозным праздником и пожелать им не улетать далеко с этой грешной нашей Земли, но общаться с космосом, с планетами и давать нам те знания, которые несут вот эти энергии общения с такими серьезными существами, как планеты. Василина, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели, интернет-пользователи и Майкл. Рада приветствовать и тоже поздравляю с таким праздником, важным для нас, профессиональным Днем астролога. Правда, он не сегодня, а завтра. Но и вообще очень рада, что нашлось для меня время. Все-таки как не рассказать немножко о Новом Году, потому что начинается Новый Год астрологический. И День весеннего равноденствия, и Новый Год по персидскому календарю, и по славянскому календарю тоже начинается Новый Год. Тогда поехали, ждем вас. Ну, я уже много рассказывала, конечно, про то, каким будет год. Я обобщу год, который начинается 20 марта, год верблюда по персидскому календарю, авистийскому, зароастрийскому. И, в принципе, год действительно должен соответствовать вот по аспектам, тем характеристикам, которые приписываются верблюду. Очень интересная тема, которую мы не затронули, когда касались верблюда, это тема гаремов. Верблюд – животное, у которого есть гарем. Серьезно? Да, да, между прочим... Из верблюдец? Из верблюдец, конечно. Так и называется. Если у кого-то там прайд, стая, то у верблюдов называется гарем. Как ни странно. Вот надо это знать про верблюда. А то-то мы знаем, что это корабль пустыни. А теперь еще будем знать, что он такой непростой корабль пустыни. И вот эта тема гаремов на фоне всплеска феминизма очень даже интересно будет. Но и надо сказать, что даже сейчас некоторые правители имеют свой гарем. Мы не будем там брать каких-то персидских шейхов, там еще кого-то. А мы возьмем нашего уникального... Белорусского? Нет. Маленькую-маленькую страну Северная Корея. Я уже считался. Да. Так вот, эта династия Ким Чен Иров, а теперь Ким Чен Нам, у него тоже есть свой гарем. Там женщины прекрасные. В общем, это характерно оказывается еще и для такого странного человека. Но вообще тема гарема, конечно, будет проигрываться. Обязательно. В этом году. Наверное, про Трампа тоже, я думаю, ходят какие-то такие разговоры, что вокруг него много женщин всегда было. И, наверное, и сейчас какие-то женщины вокруг. То есть, такой... Мужчина в самом расцвете. Да, упор и уклон на то, что вокруг мужчины много женщин. Ну, а что поделаешь в наше время, если мужчин-то становится меньше, особенно настоящих, а женщин все больше? Выход только один. Гаремы и брать управление на себя женщинам. Почему? Так что мы в гаремах, по-моему, женщины, насколько я понимаю, они абсолютно без каких-то претензий. Это два варианта. Два варианта проработки. Либо женщина идет в гарем, она там тоже ничего не делает, она занимается только собой, на нее работает там куча всех, ну, где-то там, мы знаем, из старых историй. Она ничего не делает, как это, а мужа облажает, она ничего не делает. Ну, я не думаю, что там так часто это бывает. Скорее всего, это для любования и для повышения самооценки мужчинам. Такой гарем нужен. Ну, а никак не для того, чтобы, значит, справлять. Прошлите времена, вы хотите сказать, Василина, да? Да, да, да. Когда у царя Соломона было тысячу жен, да? Или у Кришны было там много тоже? Мне недавно попалась тема иранского шейха какого-то, у него тоже был очень интересный гарем. И когда он посетил Санкт-Петербург, сходил в балет в Петербурге, ему пришло... Забрало его судьи. Ему пришло в голову одеть весь свой гарем в балетные пачки. Все эти фотографии его женщин, полных и с усами, в балетных пачках сейчас сохранились. И можно посмотреть это в музее Ирана. То есть, это очень такая интересная картина. Женщины так мужеподобные, потому что персиянки, они не очень красивые, скажем так. Одни из самых некрасивых на планете. Но и в балетных пачках они смотрятся очень даже экстравагантно. Да, на Евровидении мы видали одну такую, правда, не в балетной пачке, бородатую женщину. Типа женщину, да. Типа женщины, да. Ну, хорошо. А что мы можем сказать все-таки по поводу... Что изменения будет в новом году? Какой нам астрологический год? Что он за собой принесет нам? Ну, год верблюда, по персидскому календарю, если год верблюда, то год тяжелый, год асметизма, год упорства. Связан он в основном с пустынями. И об этом говорил Дамир, если помнишь, в передаче рассказывал о том, да. Почему год связан с водой, с пресной. Верблюд такое животное, которому достаточно один раз там в длительный период пополнить запасы воды. И ему надолго хватает на переход по пустыне. То есть, вот, если какие-то запасы у нас есть, то, пожалуй, стоит экономно к ним относиться. А все-таки с экономией и распределением, с правильным распределением средств год связан. То есть, разбрасываться ничем нельзя. Нужно экономить и продумывать каждый свой шаг, как корабля пустыни. Вот именно так. Но вообще, такой год очень сильно сказывается на правителях, которые долго задержались у власти. Особенно пожилые правители. Ну, у нас таких достаточно. Такое впечатление, что вообще какая-то, как старики появляются у власти. Ну, на мой взгляд, старики. Вот буквально на днях там Штанмайер, ну сколько ему лет, президентом стал Германии. Пусть это не ключевой такой персонаж в политике, но, наверное, как-то можно было что-то посвежее. Вот этой свежести в этом году не хватает, и поэтому... Ну, а что, страну тоже не так мало, 70 лет. Вот именно. Они там все бабушки, дедушки, на мой взгляд. Я даже про бабушки и прадедушки. Это я бабушка. Представляете, какие они. Так что, нужно, да, нужно вот как-то обратить внимание на таких людей. Ну, самый старый президент у нас, президент Зимбабве, Роберт Нугабве. Я не знаю, он старше, по-моему, всего, что я помню. Все время он есть. Ну, я думаю, что это уже последний срок-то. Дальше уже некуда. Фидель сидел до 80, да? Да ему 90... Кто? Фидель. Я не знаю, не помню, сколько ему лет было. Но этому Роберту Мугабу, по-моему, за 90 уже. Или 90, или за 90. Вот представьте себе президент, которому 90. Даже вот у правителей мира только что у нас повышали ставку ФРС. Ну, там, бабушка Джанет Елен, ей-то сколько лет. Ну, в общем, свежести этой действительно их не хватает. Все слишком старое. Все слишком старое. Это уже, на мой взгляд, чересчур. Еще есть один интересный президент Казахстана. И что интересно, Нур, Султан, да. Нур, это в переводе с тюркских языков, там, это верблюд. Опять-таки, прямое указание именно на этого человека. Даже не астрологическое. А если касаться его гороскопа, то гороскоп очень напряженный. И будет не один для него такой критический момент в течение этого года. Ну, там выделен апрель и выделен, по-моему, октябрь у него. Ну, и тяжелый момент. Да, март. Последний из Магерана. Один из последних. Да, 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 да. Ну, и что еще интересного? А вот сейчас сидела, переводила тут с греческого. Ну, в Греции, знаете, тоже ведь астрологи есть. Везде есть. Хотелось бы со всеми сотрудничать. Вот сотрудничаю, перевожу. На протяжении года очень интересный формируется аспект. В переводе, в принципе, обозначает экологический цирк. Цирк, цирк диких животных, цирк, имеется в виду цирк клоунада. Клоунада, клоунада диких животных, клоунада защиты, клоунская стена, между прочим. Ну, вот этот аспект говорит о том, что вот эти ситуации, когда блокируют, например, границы, какие-то вводят запреты на передвижение, они, в общем-то, не совсем такие откровенные. Это скорее как клоунада. А само слово клоун и клоунада, я знаю, к кому относятся, наверное, к Трампу. Его часто называют каким-то клоном. И вот прямо в гороскопе вот на этот год формируется вот эта клоунская стена, я думаю. Она так и будет называться, стена Трампа. Какая? Которая он с Мексикой там собирается строить? Она не собирается строить. Уже планы поменялись. Слишком дорого построить такую стену. Это же все политические игры. Про Сино он объявил о том, что будет строить, когда он еще был только прецедентом. А мы же понимаем, что когда уже все закончилось, так все может измениться. В данном случае уже есть такое мнение, что ничего строиться не будет. Нет, нет, будет. По аспектам будет, да. Во-первых, это четко сформированный такой аспект. Тема, по крайней мере, будет обсуждаться на протяжении года. Вот эта клоунская стена, клоунская защита. Цирковая защита, я не знаю. То есть это не главная задача Трампа, вот эта стена. Да, это просто выступление на публику, возможно. Именно такое постановление тетрализованное, цирковое. Аспект еще связан с пародистами различными. Кто кривляется, кто изображает из себя клоуна. И как раз он активен именно на этой неделе. То есть он действует на протяжении года, но такую сверхактивность набирает вот на этой неделе. С 20 марта там по 27-е. Особенно в начале недели, да. Связано ли это будет, скажем, с российскими пародистами там или, ну, не клоунами, это в самом случае. Конечно, со всеми. Со всеми. Со всеми, кто кого-то пародирует, кривляется, изображает кого-то на сцене, не себя. Одевает чью-то другую личину. Вот с этими людьми тоже связано. Но неделя для них тяжелая. И очень такая активная. Прямо про них говорить будут. Ну, и угроза, можно сказать, даже жизни для кого-то есть, кто занимался такой деятельностью. Может быть, даже стоит как-то позаботиться о своем здоровье этим людям, чтобы вот как-то обезопасить себя. Тут причины, в первую очередь, в кровообращении. Но тема здоровья у нас будет с Ритой освещаться в среду, в нашей передаче «Тайные отношения». Мы подробнее поговорим. Потому что эта неделя связана со здоровьем. Давайте немножко подробнее тогда в плане того для тех людей, дорогие друзья, это вы, которые будете смотреть эту передачу, когда она будет, уже появится в Ютьюбе, Фейсбуке, в среду, в эту среду. В котором часу будет у вас программа? По московскому времени в 20 часов. То есть, получается, 12 часов дня по времени города Чикаго, по московскому времени 20 часов, 8 часов вечера. Будет передача «Холистик Халс Коуч». Это Рита Борт, специалист нашего центра по вопросам здорового образа жизни, правильного питания. И астролог Василина Мицкевич, ну, как ни говорить, со специалистом по здоровому образу жизни о здоровье. И это с точки зрения астрологии, правильно? Да, всё верно. Эта неделя посвящена именно здравоохранению, здоровью, медицине. Поэтому надо обязательно уделить этому внимание. Ну, ещё экологии. Экологии. Скажем так, первая половина недели больше уклон на экологию, а вторая половина больше на здоровье. То есть, тут взаимосвязь такая у нас же, экология и здоровье сейчас есть. То есть, взаимозависимость между этими показателями. Ну, а если интересно, то, в принципе, по экологии это знак рака, по здоровью знак девы. И между этими знаками очень хорошее отношение в 60 градусов, поэтому очень правильно будет обсуждать экологию и здоровье вместе в одной передаче. Это будет и более доступно и понятно. Ну, а что касается вот этого интересного аспекта про цирк диких животных, имеется в виду даже конкретно животные, которые привезены из дальних стран. То, возможно, вот в эти дни какая-то опасность для этих животных, которые в цирках, в зоопарках, так же, как и для тех, кто пародирует. То есть, вот в цирке животные, они, конечно, само собой не на своём месте, они занимаются не своим делом, просто они зарабатывают покушать, но опасность от них и для них. Поэтому посещать зоопарки и ходить в цирк, наверное, не надо. Просто хотя бы потому, что их жалко. Мне всегда жалко диких животных, которые оказались в клетке. Ну и сама тема клетки на протяжении года тоже актуальна. Вот клетка, за которой содержатся дикие животные, прибывшие или привезённые из дальних стран. То есть, это тема стены, можно сказать так, и тема ограждений. Ну и хочу сказать пару слов о блокаде Донбасса, которая сейчас есть, просто потому что спрашивают об этом. Именно к этому аспекту отношения она и имеет. То есть, сама по себе вот эта блокада, она тоже клоунская такая. Ну вот, это представление, можно сказать так, представление. Конечно, люди, которые этим занимаются, может, просто зарабатывают деньги. Но я думаю, что многие из них осознают и сознают, что это постановка. Понятно. Ну, хорошо, спасибо. Творческие люди. Да, хорошо. А что касается... Ну, ничего такого глобального, серьёзного вы не наблюдаете, правильно? В процессе вот этой недели. На этой неделе я посмотрела по картографическим проекциям неделю. Скажем так, ну, если кто-то занимается картографией, мы смотрим два варианта. Один по новолунию, по солнечному затвению, а второй вариант – это текущее положение планет и влияние на Землю по Агаторхиду. Вот по Агаторхиду очень благоприятно выглядит территория России, центральная Россия. А начиная с Италии, и на протяжении недели Италия, Франция, и в конце недели Великобритания, довольно напряжённые такие проецируются на Западную Европу аспекты. Ну, в Италии, понятно, там сейчас извергается этно, очень много в связи с этим, чрезвычайных происшествий. На этой неделе я не вижу причин, чтобы прекратилось извержение, разве что после 22-го, с 23-го марта. То есть начала недели нет, неблагоприятное для Италии. Ну и дальше смещение идёт всегда с востока на запад, поэтому после Италии дальше движемся во Францию, в Испанию. А что касается Соединённых Штатов Америки, смещение идёт от центра и тоже на запад, к западному побежищу. Сейчас я, честно говоря, точно скажу, какие штаты, потому что будут смотреть, слушать. Правильно? От Луизианы и до Аризоны вот эта неделя неблагоприятная. Неблагоприятная. Техас. Погодные условия? Погодные условия, вероятность каких-то торнадо, ураганов, наводнений именно по Центральным Штатам. По Центральным Штатам. По Восточному побережью тоже их проходят неблагоприятные проекции, скажем так, со вторника. Со вторника. А в Иллинойсе, гляньте? Тут более-менее, но вот эта неблагоприятная проекция к концу недели дойдет до Чикаго. Начало следующей недели скорее заденет, но не на этой неделе. Неблагоприятные погодные условия все-таки остаются именно в прошлой неделе. Мы проходили вот тут вот по Чикаго, прошла она на прошлой неделе. Ну, были сильные ветра, действительно, которые принесли с собой, между прочим, снег. То есть как-то после 20 град, почти 20 градусного лета, которое было за неделю до этого, вдруг мы ушли в зиму, и опять выпыл снег, и опять была температура где-то минус 8-10, но сегодня, пока вот я вышел на улицу утречком, там в 6 утра, было еще холодновато, но сегодня обещают вроде бы так градусов 10-11, но через пару дней будет уже 16-15-17, 17-18, 18 градусов тепла будет через пару дней. То есть тут действительно погода меняется достаточно быстро. Но в лучшую сторону. в прошлом году, да. Да, в лучшую сторону, да, без сомнения. Василина, вы сказали, Италия, Франция, вот я хотел спросить у вас, многие уже готовятся к тому, чтобы поехать в отпуск, и хотя для американцев это как бы не очень характерно, ездить в Европу, они в основном едут в другие места, но тем не менее, кто-то ездит. Ну и если они едут, то это, ну, те выходцы, скажем, из Европы, они едут на Средиземное море, особенно вот в круизы. Как вы к этому относитесь? Есть ли там какая-то опасность вот на этих круизах по Средиземному морю и посещение, понятно, заездами в порты, в том числе Челитовеки, это Рим, Брин и так далее? Ну, этот период, конечно, неблагоприятный, это неделя в первую очередь, но что сказать хочу для путешественников, вообще на все время, будущее. С началом весеннего равноденствия, когда Солнце входит в первую, в первый градус Овна, вот этот праздник, да, по различным астрологическим учениям, так, вариантом астрологических учений, в астрологии, что же есть свои Моцарты и Сальери, так вот, астрологический в Сальери, да, агитархит, он утверждает, что этот период на планете соответствует знаку Водолея, то есть вот через день, да, начинается Водолей, но это не как Солнце входит в знак Водолея, а влияние Водолея, знака Водолея усиливается, и поэтому Водолей чисто технически он уже заканчивается 22-го, он закончился, он закончился, получается, два месяца разницы между ними, так вот, этот период действительно, ну, потому что такие отношения у знака, сон, это не солнечный знак, мои мопсы там, как всегда, поддерживают меня, правильно, когда речь идет о Водолеях, там, да, 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 я сама Водолей, может быть, поэтому, может быть, поэтому, и вы говорите об этом, мопсы, понятно, так вот, утверждение такое, между прочим, есть какие-то обоснования, в этот период погода всегда ветреная, на самом деле, меняется же погода, меняется переход весны, зима, весна, ветер, наводнение, и вот, под этим знаком Водолея очень хорошо в течение месяца совершать какие-то перелеты, потому что Водолея связана именно с перелетами, возможно, будет какое-то обострение именно в аэропортах, вообще, у авиаперевозчиков что-то такое вот какие-то связанные и с погодными условиями, и вообще с астрологией, с астрологическими аспектами такие положения, поэтому, ну, не лучший вариант выбирать отпуск с перелетом, именно с перелетом, вот, в течение месяца, с 20 по марта по 20 апреля, ну, там еще три дня плюс, да. Это только для Водолеев или для всех знаков? Для всех знаков, для всех, кто собирается отправиться в путешествие. Нужно рассчитывать на то, что... А я собрался, оказывается, мне нельзя ехать? Учитывая твои личные астрологические показатели, тебе ехать можно, но я не могу сделать индивидуально каждому миллион, миллион гороскопов, поэтому я говорю, что общая такая тенденция есть, и надо сказать, что авиационных происшествий в этот период, если статистику брать, довольно много, поэтому что-то в этом есть. Давайте мы, кстати, тогда уже объявим, об этом уже говорилось, сейчас этот вопрос, организационный вопрос, речь идет о создании какой-то такой, ну, полустоли, закрытой группы, закрытой в том плане, что там могут люди задавать свои вопросы, конкретные личные вопросы задавать астрологу, и задавать, эта группа будет образовываться, когда будет вестись программа с Ритой, и там можно будет задавать свои вопросы, но там нужна регистрация, и там есть какие-то условия, это, наверное, вопрос все-таки больше критии, не ко мне, это единственное, что я знаю, о том, что там можно будут, ну, скажем, выяснить тот момент, хотя бы, вот, скажем, я задал вопрос Василина, она мне говорит, мне конкретно можно, ну, собственно говоря, я, да, я и предполагаю, что мне можно, дорогие друзья, если вы хотите все-таки поучаствовать и задать ваши конкретные вопросы, а не теоретически вот послушать то, что говорит, хотя это очень и очень интересно, Василина, вы все-таки регистрируйтесь, эта информация появится, она уже, наверное, есть, если нет, она появится в совсем ближайшее время у нас на фейсбуке Сан-Гейтс Радио, Сан-Гейтс Радио на фейсбуке, и там вот эти условия будут, так сказать, вы с ними ознакомитесь. Хорошо, Василина, последний, наверное, вопрос к вам по поводу того, что, каково положение на финансовых рынках мира, там, страны, не знаю, как, то, что вы знаете, то, что вы можете сказать. Сейчас шпаргалочку открою, посмотрю, что там. Поскольку мы с вами в последний раз когда общались, речь шла о двух датах. Вот, одна дата, это как раз завтра уже настает, вот, новая неделя начинается, вторая дата была в среду, когда было решение о повышении тарифной ставки, и все развернулось таки, все полетело вверх, имеется ввиду индексы, золото, валюта европейская в частности. Что полетело вниз? Полетел вниз доллар американский. Это означает, что тенденция, на мой взгляд, будет сохраняться еще дальше. То есть, разворот уже был снизу вверх, но, тем не менее, еще раз, это по графикам, то, что я вижу, но временно может быть не совсем так. а то сейчас Василина меня попробует скорректировать, если есть такая информация. Вот эта тенденция, которая сохраняется, да, вот, доллар вниз, индексы вверх, евро вверх, и вообще для евро эта неделя будет неплохая. Я думаю, до мая месяца, до середины мая тенденция сохранится. То есть, это был такой, если развороты считать большой, малый, это был большой разворот в среду. Но у нас есть еще такой важный, какие-то важные, видимо, мероприятия проходят на выходные. Вы как раз и говорили, что-то может произойти в выходной день, что повлияет на все рынки, то есть, имелось в виду то, что шло, скажем, вверх пойдет вниз, будет разворот именно в понедельник. Если считать, что в среду развернулась среда, четверг, пятница, все шло в одном направлении, тогда, исходя из этого, по идее, все должно быть наоборот. Но это, возможно, будет какой-то маленький цикл внутри какого-то большого цикла. Да, все верно. То есть, он может временно куда-то пойти опять в другую сторону, но потом опять развернется и опять пойдет направление движения, которое началось у нас в среду. Правильно? Вот это имеется в виду? Да, все верно, но я хочу сказать, что вот этот малый цикл, да, он будет очень волатильный, очень тяжелый для всех, кто на рынке, потому что очень много формируется таких негативных аспектов в апреле, очень тяжело будет предсказывать рынок, и я думаю, что как обогатиться, так и разориться можно запросто будет. Вот 30 секунд, а то и в меньшее количество времени. могу вам сказать, вообще-то говоря, о том, что это не совсем так. Дело в том, что если к этому подходить с точки зрения прогнозов, предсказаний, да, но существуют универсальные законы, которыми, скажем, пользуюсь лично я, и есть такое понятие стопов, стоп, близкий, то есть человек ставит стоп, то ли ментальный, то ли жесткий стоп. Если он, допустим, вошел в рынок, то разориться он не может, потому что рано или поздно, даже если это пойдет против него, то он вылетит в небольшом минусе. Вот и все. Поэтому есть такое понятие профессионалы и любители. Вот любители, они проигрывают всегда и будут проигрывать всегда, потому что они не знают этих законов, они руководствуются только понятием удачи, прогнозов, предсказаний и так далее. А люди, которые называют себя профессионалами и себя не афишируют, кстати, особенно, то они никогда не проигрывают. Имеется в виду в целом и общем. Они могут проиграть где-то один день, одну неделю, но в целом и общем они всегда будут в плюсе. Для этого надо соблюдать дисциплину и знать эти законы. Поэтому, дорогие друзья, обращаюсь опять к вам, наши радиослушатели, уважаемые. Если кого-то этот вопрос интересует, это то, что я называю эзотерической биржей. Есть у меня, скажем, помощники в том, чем я занимаюсь. Вот один из них, Василий Новицкевич, который дает такие прогнозы, а я эти прогнозы уже комбинирую с тем техническим анализом, который делаю лично я. И если они совпадают, мой прогноз, скажем так, технический анализ с прогнозом эзотериков, астрологов, не важно, парапсихологов, то тогда шансы просто увеличиваются значительно, потому что они и так очень высоки. Вот и все. Так что, если кого-то интересует, обращайтесь. Хорошо, тогда, наверное, мы, если у вас нету чего добавить, можем нашу программу завершить, да? Я дисциплинированно учусь останавливаться, а то ведь я могу улететь, это мы знаем. Да, могу долго рассказывать, поэтому я поставила как-то стоп. Понятно. И рассказывать, на самом деле, и в целом эмоциональная, поэтому ну как-то аккуратнее со своими эмоциями. смотрите, чтобы эти эмоциональные всплески не отразились на здоровье. Вот это самое главное. Ну и плохое, все-таки такое маленькое, что-то скажу. Вообще, вот этот период, эта неделя может быть как выражен, как неделя повышенной смертности на планете, потому что слишком много указаний на здоровье, на кровообращение, на гормональную какую-то на гормональные вот в организме происходят сбои, даже на онкологию. Поэтому может как-то поаккуратнее эту неделю со здоровьем. Особенно у кого проблемы с кровообращением, с гормонами и всякими новообразованиями. понятно. Спасибо большое, Василина. Я хочу просто добавить, потому что быть поаккуратнее, давайте мы будем осторожнее, давайте мы будем это все, так сказать, общие фразы с моей точки зрения, потому что быть аккуратнее как быть аккуратнее, быть осторожнее как быть осторожнее, следить за своим здоровьем, как следить за здоровьем, не обращать внимания на то, как не обращать внимания на то или на это, как собладать своими эмоциями, это мы все можем советовать, можем говорить. Тут мы все такие, мы все из страны советов, поэтому мы все любим давать советы. Вот. Да. Значит, я Вам хочу сказать больше, обращаясь к нашим радиослушателям. Наши программы не теоретические, вообще-то говоря, они абсолютно практические. то есть, кто захочет продвинуться дальше и узнать больше, такая возможность есть. В частности, у нас в понедельник успеется ли эта программа выйти до понедельника, не знаю, ее надо еще обработать, но в понедельник, а и дальше будет идти дальше, у нас будут практические рекомендации, как, допустим, не болеть. Не болеть очень просто. Не болеть очень просто. Но только мы об этом не знаем. вот как очень просто не болеть, мы можем узнать, кто это захочет. Как соблазать со своими эмоциями, мы тоже можем узнать, хватит ли у нас сил, так сказать, изучать этот вопрос. Это вопрос другой, это вопрос каждого в индивидуальном плане, но, в общем-то, такое возможно без сомнения. Могу вам сказать, лично я этим вопросом занимаюсь и я имею результаты. И не только я, кстати. Поэтому, дорогие друзья, я хочу, во-первых, поблагодарить Василину Ицкевич за очень, как всегда, интересный рассказ, прогноз за время, которое она нам уделяет и хочу поблагодарить Вас, дорогие друзья, о том, что Вы очень позитивно, во-первых, относитесь к нашим программам, реагируете. Последнее, не знаю, знает ли сама Василина о том, что был отзыв по поводу цифры 32. Я сам как-то ее упустил. Очень интересно про цифру 32. Не помню, что за цифра 32 в нумерологии на самом деле нет такой цифры, как бы, с моей точки зрения, как отдельные. Но вот Василина это осветила. Поэтому, кто не слышал, можете обратиться к нашим последним передачам. Они все находятся в Рахиве. И это YouTube. SunGates Radio SunGates Radio Тире R Буква R на английском языке это Russian. Потому что у нас есть SunGates Radio Тире и English. Об этом мы не говорим, поскольку мы все-таки на русском языке. Но тем не менее, кто понимает английский язык, может зайти туда и посмотреть передачи, которых значительно меньше, на английском языке. Пожалуйста. Василина, еще раз спасибо большое. До новых встреч. Пожалуйста. С любовью. Мы встречаемся. Да. С любовью и нежностью. Да, с Ритой. С любовью и нежностью. Ум-留ь. IAN С любовь и нежностью. А Субтитры создавал DimaTorzok